Микробиологические препараты для растения и животноводства. Это примерно представление предприятия, цех по розливу, склады. Значит, препараты, какие мы выпускаем, я коротко. Это ГИСТИМ препарат, деструктор, БФТИМ биофунгицид. Я характеристики не буду говорить. Павильон 4, Д-645, если что, там, так сказать, можно плотнее поговорить. Инсетим, БСК-3, микробиологическое удобрение с фунгицидными свойствами. Инсетим, это биоинсектицид. ГИСТИМ фитмарка А, это, как правило, семена, обработка семян. ГИСТИМ фитм Б, это микробиологическое удобрение для деструкции, просто штаммов здесь другой состав. ГИСТИМ фитмарки Г, это микробиологическое удобрение для... Ну, это инокулянт, фунгицид, это, как говорится, препарат, такой комплексный инокулянт, фунгицид и стимулирующие штаммы. ГИСТИМ фит Е, это обработка семян подсолнечника. ГИСТИМ фит Ж, это микробиологическое удобрение, ну, скажем так, здесь ассоциативное микроорганизмы. Ну, о преимуществах я, наверное, не буду останавливаться. Дальше я хочу остановиться на конкретных, ну, это в этот год, конкретном променении препаратов и, как бы, заострить внимание именно на затратной части, вот, сравнении на разных схемах. Это каскад Агра, пшеница, азимная пшеница Таня. Значит, здесь в стандарте химический, первая обработка была в этом, в опыте БСК-3, плюс ГИСТИМ фит Ж. И вторая обработка фазоколошения, это химический. То есть мы одну обработку, первую химическую, заменяем биологией. Урожай вот получили, значит, получили прибавку. Ну, я хочу обратить внимание, в первую очередь, на затратную часть. На 2300 рублей в сравнении с стандартом дешевле. Значит, следующее хозяйство, это Кущевская, оно Михайловская, а также БСК-3, я хочу подчеркнуть, здесь три штамма. Здесь и триходерма, здесь и псевдомонада, и здесь бацилюсуптилис. То есть здесь три штамма, фунгицидная часть, и стимулирующая, ассоциативная. И вторая обработка фазоколошения, это колоссаль здесь. Также получили прибавку. Ну, и самое главное, затраты на 688 рублей дешевле. То есть, одну обработку мы меняем. Это благодарная, Щербиновский район. Просто разные зоны, разные здесь, в сравнении с импутом. Также первая обработка биология, вторая химический фунгицид. Урожайность здесь, ну, практически равная, 1,76, не будем на это. Но в любом случае, затраты, видите, 1657 рублей. То есть я конкретно вам просто показываю то, что вот, как бы, есть. Этих опыта у нас очень много. Это агрофирма соревнования, это Ленинградский район. Также, видите, да, импут, бфтим, гестим. Вторая обработка солигор. Здесь два центра, ну, по крайней мере, они ниже, скажем так. Так, 991 рублей. То есть мы, опять-таки, вторую обработку. Я просто хочу подчеркнуть, что биология, биология, это не стоп-кран. И когда идет эпифитативное или сильное развитие болезни, конечно, надо проводить те обработки, в том числе химическим фунгицидом, или в любом случае должны получить урожай. Это Ростовская область, имени Кирово, хозяйство. Это, ну, вообще, наутил. Здесь обработали, подчеркиваю, семена зимой пшеницы. У нас также мы это делаем. Но обязательно, приобязательно фитоэкспертизе, потому что, по головне, биопрепараты, эффективность у них низкая. Поэтому обязательно отслеживайте этот момент. Вот, если там все нормально, мы просто работаем чистой биологией. Если там есть вопросы по головне, тогда есть вариант интегрированный, биология с химией. Но в данном случае исключается грибной штамп, потому что он просто погибнет. Ну, и здесь, конечно, получили прибавку вот такую. Я хочу сказать, что, ну, в общем-то, этих результатов за время, там, 18 лет моей работы здесь, они не часто такие результаты, но иногда бывает. Тут было в Белгороде, было в Каневском районе, и вот в этом году здесь, в этом хозяйстве. Но, опять-таки, посмотрите на затраты. Насколько это дешевле, так сказать. Здесь по всходам даже видно, да, вот левая часть – это опыт, правая часть – это, то есть даже по густоте уже по всходам видно, так сказать, плотность посевов на биологии и на химии. Ну, в том числе, когда мы работаем семенам, мы способствуем еще увеличению, улучшению схожести в сравнении с химическим препаратом. Это Новая Целина, Целинский район, также это предшественник подсолнечник. Одна обработка – биология, вторая – химия, равный урожай. То есть разные моменты. Ну, как правило, ниже мы урожай не получаем, но затратная часть, вы видите, опять на 900 рублей дешевле. Это Лихачев, Игорлыкский район, Кавалерский, там. Также, видите, какие препараты променялись в стандарте. Здесь у нас, так сказать, БФТИМ с ГЕСТИМом. Это первая обработка стандартная, мы здесь ничего не меняем. Ну, она эффективная, хорошая. Вторая обработка – Целегор, урожайность, видите, одинаковой, на 743 рубля дешевле. То есть я хочу сказать, что в данном случае там, где это эффективно, надо биологию променять. Я не буду тут как бы вам… Ну, это коробка, это прошлый год, это здесь Денской район. Семена также работали. Первую обработку делали биологию, вторая – химией. То есть урожай практически равный. На 2000 затраты ниже. Ну, и агрокомплекс Василковский, значит, здесь были и в Ставрополе, и в Ростове, видите, урожайность здесь практически одинаковая. Но даже там, при, так сказать, бюджетном варианте проведения и защиты в этом агрохолдинге, все равно, так сказать, есть выгода. Это в Ростовском, здесь, ну, и осадков там было больше. Я просто хочу обратить внимание, что здесь две обработки биологии. Вообще химии не было. То есть и первая обработка, и вторая – первая БСК, вторая – БФТИМ. Две. Даже в этих… Это при том, что, ну, осадков… Почему я на осадках заостряю внимание? Потому что, как правило, если осадков больше, то и фитосанитарное состояние, как бы, оно посложнее, да? Поэтому и биологии сложнее справляться с этим. Но даже вот в этих случаях, в этом случае, то есть здесь, ну, и опять-таки затраты. Ну, Витязь – это тоже Ростовская область. Ну, здесь и обработка пожневных остатков была, один из вариантов, да, и фазу кущения. А в Калашене здесь мы делали химический препарат, минимальную норму, с БФТИМом. То есть здесь интегрировано сделали, мешали. То есть получили вот такой результат. Ну, и, естественно, на 456 рублей дешевле. То есть вот есть разные варианты. Есть просто одна обработка, которая там применяется. То, что мы предлагаем, допустим, в этом году, да, это вот БСК. Первая обработка – БСК Гестив Фидже плюс Гумел Люкс. То есть у нас такой препарат, хотя каждое хозяйство у него свои, так сказать. Это стоит 829 рублей, если в среднем это химический фунгицид. То есть здесь это разное, может, где-то ниже, где-то выше урожайность. Мы абсолютно убеждены, что первая обработка на озимой пшенице химическому фунгициду, в данном случае, его там применять не надо. Там биология справляется без всяких вопросов. Поверьте, это многолетний опыт. Значит, а в фазу калашения уже по результатам фитосанитарного обследования и там как бы или химические фунгицы чисто работают, или биология. То есть здесь сушим, и там можем и биологией справиться, или биологией с химией. То есть как бы разные варианты применения препаратов. Ну и что касается экономики, мы плотно работаем с Институтом Масличных Культур. Это данные этого года по подсолнечнику. Ну как бы схема такая применения. Это крупноплодный подсолнечник. Как правило, там две обработки стандартных. А это вот схема, разные схемы обработки. То есть это контроль. Второй вариант – это биология с химией, вторая обработка химического пиктора. Третий вариант – наоборот, первая по вегетации была химическая, вторая биология. Ну и так далее. Дальше чисто биология. Вы видите, какую мы получили урожайность, да? То есть как бы, ну есть на что. Я хочу обратить на седьмой вариант. Да, здесь вообще одна обработка. Как правило, это Масличка обрабатывает одну обработку, ну, как можно позже. То есть в стадии образования корзинки, по звездочке, как мы говорим. То есть одна обработка с микроэлементами. Ну, в общем-то, здесь получился самый высокий урожай. С невымком мы работаем очень давно. То есть и на сои, и подсолнечники, и рапс, горчица и так далее. То есть, ну, это урожай такой, Optima BFT на подсолнечники. Это, ну, впервые тоже такой получили, в рыбалку такую. Ну, в том числе и затратная часть. То есть сахарная срекла я не буду рассказывать, потому что есть в журнале. Другая тема. Да. И там как бы есть все это дело. Почва. Я прошу прощения, но все-таки наш основной, так сказать, источник получения и урожая, и прибыли, и так далее, это почва. И до нее надо обязательно обращать внимание. Не будет, будет бедные почвы, значит, и защита растений, и все остальное, так сказать, это увеличение затрат и так далее. Значит, еще раз повторю, что павильон номер 4, Д-645. Будут вопросы, подходите, можем поплотнее переговорить.